Здравствуйте, господин офисер. Здравствуйте. Чем обязан? Я по объявлению. Меня интересуются старинные монеты. Извините, что так поздно. Да, а что там поздно? Пустяки. До истинных ценителей. Вы чем интересуетесь? Антикой или Русью? Русью, господин... Иван Платоныч. Называйте меня просто Иван Платоныч. Это кадры культового советского фильма «Адъютант его превосходительства». В его основу легли события гражданской войны. Главный герой – Кольцов, а реальный его прототип – разведчик Павел Макаров. Красноармеец, засланный в армию белых. А тот самый Старцев, с которым в одной серии разговаривает Кольцов, это тоже реальный человек. Появился Иван Платоныч, старец. Я сижу, и у меня слезы на глазах потекли. Смотрю, дед плачет, бабушка плачет. Я спрашиваю, почему? А ты посмотри, внук, на кого Иван Платоныч похож. Двойник, я говорю, вы копия. Он тогда сказал, это мой отец. Это мой отец. Вот так я впервые узнал, кто были его родители, моего деда. Владимир Абрамович Стесин уверяет, он правнук Старцева из фильма. Картину, говорит, увидел в первом классе. В реальности, рассказывает пенсионер, прадеда звали Трофим, бабушку Анна. Оба были разведчиками. В семье даже сохранились реликвии времен гражданской войны. Эту чернильницу генерал-лейтенант Маймаевский подарил в свое время своему адъютанту личному, Павлу Васильевичу Макарову. И она была как бы паролем. И если крышка была открыта и снята, это означало, что в тот же день надо было прийти к Старцеву домой, к Кольцову. Там он получит новую информацию. Военная история семьи Владимира Абрамовича в школьные годы сподвигла пойти его учиться на историка. А теперь и создать аудиокнигу. Собирать материал? Ну, все студенческие годы, 4 года собирал. Плюс со школы, 2 года, 9-й, 10-й класс. И плюс работал в музее. То есть собирал я где-то в течение 10 лет. Работать над книгой незрячему автору помогала жена. Задуман был один, том, но в итоге появился и второй. И спокойно каждый день по полтора часа начитал данный текст. Затем супруга ввозила его в компьютер, а затем, после этого я прослушал. Но когда я написал этот самый первый том, я сначала думал, все, я закончу Севастополем. Завтра вас отправят в Севастопольскую крепость и придут в военно-полевом суду. По традиции, русской армии вас, как офицера, расстреляют. А потом меня заинтересовала проблема. А что дальше было? Я знал, что Макаров живой. Я его видел в Красноярске. Они были у моего деда, у бабушки. Я сидел у них на коленях. Владимир Абрамович – один из примеров, когда военная история семьи вспоминается не только в День Победы, а живет и передается из поколения в поколение. Менсионер книгу раздал только знакомым и друзьям. Они говорят, все дали положительные отзывы. Автор признается, рад, что выпустил свой труд в мир. Но осталась все-таки одна мечта – издать полноценную книгу. Алена Коршененникова, Дмитрий Кочетков. Новости Прима.